Мероприятие состоялось в Доме культуры поселка Петровское, отреставрированном как раз за время отчетного периода. Жители поселения собирались в зале под аккомпанемент гармонии и русских народных песен. В должности главы городского поселения Горки-Ленинские я работаю уже больше двух лет. И мой отчетный период это 18-19 год. Конечно, в преддверии Нового года хочется жителям рассказать, что удалось сделать, а что еще предстоит. Два года – это небольшой срок. Конечно, у нас очень много планов, но много сделано. За два года в Горках-Ленинских произошли заметные позитивные изменения. В микрорайоне Купеленка, самой густонаселенной территорией поселения, появились школа и детский сад. Готовится к открытию офис врача общей практики. В рамках инициативного бюджетирования проведено благоустройство нескольких дворов, обновлена набережная реки Купеленка. Идет строительство выезда на трассу М4 Дон. А также начались работы по ремонту дороги Ермолина-Сопронова-Калиновка. Был разработан проект капитального ремонта автомобильной автодороги с устройством тротуара и освещения. Правительство Московской области подтвердили финансирование. Это более 80 миллионов рублей на 2020 год. Техническая документация подготовлена. Заказчиком выступит Мосавтокор. Большая работа была проведена в деревнях поселения. В Пуговичине и Калиновке организовано уличное освещение и сделан ремонт дорожного полотна. В поселке Горки-Ленинске появились современные детские площадки. На нескольких участках обустроены новые парковочные места. Руководство поселения постоянно находится в диалоге с населением. А помогает в решении поставленных задач муниципальная власть. Много что сделано. Я хочу еще раз каждого из вас поблагодарить и пожелать в преддверии новогодних праздников добра, уюта и благополучия вашим семьям. И, конечно же, процветания всеми деревнями, поселками. За личный вклад в развитие городского поселения Горки-Ленинский были награждены сотрудники муниципальных учреждений и местные жители. Приятно, неожиданно. Честно говоря, не ожидал, потому что я довольно-таки недавно только работаю в нашей организации. Ну, видимо, как-то проявил себя, раз меня наградили. Спасибо огромное. По окончании мероприятия собравшиеся делились впечатлениями от отчета. Чувствуется, что все мелочи, они не проходят просто так, и все слова жителей услышаны. И я думаю, что наверняка каждый бы мог что-то свое предложить, и это будет услышано администрацией и обязательно в порядке сделано. Работа администрации продолжится в тесном контакте с жителями. Дмитрий Книга, Александр Логинов и Елена Кошелева. Видное ТВ.